Предмет в образовательной среде, он должен побудить какому-то действию, замыслу какому-то. Все детали построения образовательной среды, вплоть до организации внутришкольного пространства, обсуждают педагоги из городов присутствия госкорпорации «Росатом». Они принимают участие в стажировке, которую проводит Екатерина Бондарь, учитель химии гимназии номер 216 дидакт, победитель конкурса учителей в рамках проекта «Школа Росатома». Все занятия посвящены принципам построения образовательной среды, которая позволит научить ребенка не просто учиться, а успешно адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни. Важно сделать так, чтобы ребенок получил опыт получения образования через всю жизнь. И это возможно только в том случае, если он узнает и свои особенности, свои способности, научится строить траекторию своего развития. Индивидуализация ребенка – так это называют методисты. Такой подход к обучению и воспитанию – это требование времени. Во многих школах, в городах-участниках проекта «Школа Росатома», педагоги стараются выстроить образовательную систему, в рамках которой будут созданы условия для формирования у детей необходимых компетенций. Будем работать с индивидуальными учебными планами детей, предлагать им варианты выбора своих образовательных маршрутов. Поэтому я скажу, да, тема актуальна. Поиск себя и организация собственного процесса обучения – это всегда выбор, осознанный и обдуманный. Программа стажировки выстроена таким образом, чтобы участникам тоже постоянно приходилось решать, что им важнее и нужнее. Они имеют возможность и выбрать и мастер-классы, и выбрать и мастерские, которые они посещают. И у них есть возможность выбрать, какие пробы они будут осуществлять. На три дня гости из городов присутствия госкорпорации «Росатом» погружаются в жизнь гимназии номер 216 «Дидакт». Они посещают уроки коллег, решают различные методические задачи на занятиях, сами проводят мастер-классы друг для друга и, конечно же, наблюдают за жизнью школы, перенимают опыт. Екатерина – очень такой наполненный человек, очень интересный. И видно, что в целом гимназия очень командная такая у них работа, и поэтому наверняка они именно достигают таких высоких результатов. И очень интересно смотреть за тем, как они друг с другом взаимодействуют, как они взаимодействуют с нами. Участники стажировки будут не только наблюдать за работой коллег, но и сами попытаются применить полученные знания на практике. Один из обязательных пунктов программы – работа с детьми.